Это программа День с толком. Студия Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Интрига с алкоголем и предложение внести пчел в Красную книгу. Какие еще интересные темы обсудили алтайские парламентарии? Скандал обернулся уголовным делом, из-за чего в доме на Партизанской могли пойти опасные трещины. Война с нечистотами. Как в Барнауле борются с черными осенизаторами? И какое место для незаконного слива они облюбовали на этот раз? Итак, жилой дом на Партизанской 70Б мог разрушиться из-за стройки вблизи здания. Дом все-таки признали аварийным и подлежащим сносу, а следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при возведении объекта. О новых подробностях расскажет Юлия Щепина. Такие страшные трещины расползаются по квартирам дома на Партизанской 70Б. Напомним, ранее в двухэтажке старого фонда ввели режим повышенной готовности из-за трещин в строительных конструкциях. Людей экстренно эвакуировали. А пока люди в шоке и думают, где им теперь жить, специализированная организация обследовала дом и все-таки признала его аварийным и подлежащим сносу. По предварительным данным, все дело в этом строительном объекте. Здесь в непосредственной близости к фундаменту двухэтажки возводят многоквартирный дом с объектами инфраструктуры. В результате выполнения земляных работ и систематического намокания неукрепленного грунта вокруг котлована, состояние двухэтажного дома ухудшилось. Тем временем, по результатам доследственной проверки, Краевой следком возбудил уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности при введении строительных работ. Следствием проведен осмотр поврежденного жилого дома и строящегося объекта. Изымается строительно-проектная документация. Назначаются необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются сотрудники организации застройщика и подрядных организаций жильцы дома. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств нарушения правил безопасности при введении строительных работ. Расследование уголовного дела продолжается. По чьей вине пошли трещины, еще предстоит выяснить. Что касается жильцов, их обещают расселить в рамках муниципальной программы «Барнаул. Комфортный город» на 2015-2030 годы. Остается надеяться, что их будущие квартиры будут хотя бы не хуже, чем в этой старой двухэтажке. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком. У нового белорусского трамвая сегодня сломался только приемник. Это случилось на перекрестке Попова-Космонавтов. Об инциденте в соцсетях написали жители Барнаула. В мэрии пояснили, что во время испытаний нового вагона произошла поломка. Вагон оперативно отбуксировали в депо, проверили трамвайные пути и контактную сеть. Замечаний не нашли. И в администрации добавили, что цель обкатки как раз выявления и устранения технических проблем нового транспорта. А далее к другому происшествию. Почти 200 человек сегодня эвакуировали из санатория Белокуриха. В здании начался пожар, как сообщает в МЧС, в момент прибытия первых подразделений спасателей. Пожар был в переходе между корпусами, где шли ремонтные работы. Спасатели оперативно вывели постояльцев, среди которых были и дети. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. Сейчас выясняется причина возгорания. Горячительные напитки по праздникам и предложение внести алтайских пчел в Красную книгу. На сессии Алтайского Заксобрания парламентарии сегодня обсуждали несколько важных тем, которые уже вызвали резонанс. Моя коллега Анастасия Дороган расскажет подробнее, как прошла сессия КЗС. У алтайских детей-сирот теперь больше шансов разрешить квартирный вопрос. Сегодня депутаты КЗС приняли закон о праве сирот при достижении 23 лет на получение федеральных жилищных сертификатов. И это помимо краевых. Сумма федерального та же, чуть больше 3 миллионов рублей. Но критерии строже. К примеру, полное отсутствие судимости за жизнь или высокий для матери-одиночки уровень зарплаты. Почему мы оставляем свою региональную составляющую? Потому что мы предполагаем... Вот у нас сейчас на очереди стоит 2634 человека. Детей, достигших возраста 23 года. Поэтому мы предполагаем, что из этих детей, ну максимум, наверное, 30% будут соответствовать тем федеральным критериям. Главная интрига сессии была связана с темой горячительных напитков. До заседания дошла одна из двух инициатив, связанных с розничной продажей алкоголя. За три дня до этого с рассмотрения сняли вопрос увеличения времени продажи спиртного до 23 часов. Парламентарии одобрили закон, по которому в День Победы, День Города, района или села в крае не будут продавать спиртное. Предлагаемые меры, по нашему мнению, целесообразны. И они будут способствовать тому, чтобы праздничные мероприятия проходили в праздничной спокойной обстановке. Бурным выдалось второе чтение законопроекта о пчеловодстве. В частности, документ прописывает оповещение пчеловодов об обработке полей с химикатами минимум за пять суток. Одна из фракций во имя спасения пчел предложила занести их всех в Красную книгу. Идея получила ироничные отзывы. А если человек перепутает муху, пчелу или осу и вдруг убьет, какая будет ответственность? От трех до пяти лет лишения свободы, принудительные работы или штраф миллионы рублей? Но депутаты вскрыли другую проблему. Не в каждом районе фермеры и пчеловоды умеют договариваться. Возможно, это обсуждение продолжат в будущем. У нас так и не предусмотрена обязанность пчеловодов извещать сельхозтоваропроизводителей о своем местоположении. У нас в законе нет обязанности пчеловода о предприятии мер по защите своего имущества. То есть мы известили об обработке пестицидами сельхозтоваропроизводителями, а он летки не закрыл. И еще один итог сессии. Органы местного самоуправления теперь могут заключать международные соглашения. Как правило, это будет касаться экономических вопросов. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Аграрный университет избавился от фекального недуга. Ассенизаторы перестали заливать фильтрационные поля, принадлежащие вузу. Однако черные ассенизаторы продолжают искать и захватывать все новые и новые территории. Наш телеканал уже неоднократно ловил за руку недобросовестных сливщиков. В этот раз свеженькое озеро снова обнаружили в излюбленном ассенизаторами индустриальном районе. Подробнее далее. Вот они у нас квадраты. Лавласики октябрьские. То есть здесь мы перекопали. Так аграрному университету удалось избавиться от черных ассенизаторов. Напомним, фильтрационные поля, находящиеся в пользовании вуза, ежедневно сливали нечистоты, которые могли вызвать экологическую катастрофу и эпидемии. Нашими усилиями, усилиями, вот те, которые были приложены после тех репортажов и вами, и природоохранной прокуратуры, у нас вроде бы как затихло. Летом мы валим глину, валы делаем, чтобы туда не заезжали. А зимой вот сугробы надвигаем. То есть вот такими. Ну и с нами выезжаем, организовываем дежурство. У нас сейчас незаконного слива нет. Однако далеко недобросовестные ассенизаторы не уехали. То есть они сейчас просто на 150 метров дальше сливаются в полях. Вон погодите озеро. Вон дальше, если камера захватит. Так вот сколько здесь машин? Сколько десятков машин? Ну я думаю, десятки или сотни. Сотни машин продолжают опустошать прямо в рощу. А сколько по времени вот вообще одна машина примерно сливается? 5-7 минут. За 5-7 минут реально слить 10 кубов отходов и избежать штрафов. И, кстати, немаленьких. Так за неправильную утилизацию отходов ассенизаторам и пешникам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. А юрлицам от 100 до 250. Раньше было вообще по 500 рублей, поэтому никто и не стеснялся. Не жалко было отдать. Но сейчас более-менее прячутся. Напомним, сегодня в городе есть три официальные точки для слива нечистот. Однако очередей на них нет. Ассенизаторы пытаются экономить. Процентов 15-20 не свои экономят прибыль. Стоимость от 300 до 500 рублей с машины. То есть порядка процентов 20 до 30 максимум. Это расходы. Но здесь идет содержание точки, налоги и оплата в основном водоканалу. Потому что составляет почти 50%. Не почти 50%. Вы какую-то статистику ведете? Сколько машин к вам в средний день приезжает? Ну, это примерно десятая часть от всего автопарка ассенизаторов. А пока жители соседних поселков задыхаются от фекальных ароматов, свеженькие следы черных ассенизаторов продолжают растекаться по барнаульским полям. Поля-то большие, да? За поля льют, перед полями. То есть стараются там, где глаза меньше, и выливать. Но я думаю, что это, наверное, проблема города. То есть, по сути, все на совести вот этих вот... Ну, конечно, кто за это отвечает. Ну, и самих ассенизаторов. Юлия Щепина, Андрей Печоркин, Владислав Ковалев. День с толком. Очередное преступление против животных, предположительно, в Новоалтайске. На мороз выставили коробку с котятами. Одному из них не удалось выжить. Его растерзали собаки. Эти кадры опубликовали в соцсетях. Второго котенка из коробки, к счастью, успела спасти проходящая мимо девушка. Позже животное передали волонтерам. Они написали, что оголодавший хвостатый успел съесть что-то с железной клипсой. Она застряла у него в желудке. Также рентген выявил у котенка отсутствие двух ребер. Надеемся, что добрые руки спасут животное и найдут ему на этот раз заботливых хозяев. К другой теме. Думать об увеличении объемов выращивания птицы. Таков один из итогов визита губернатора Виктора Томенко на предприятие, которое является крупнейшим производителем мяса птицы в Алтайском крае. Недавно там были вынуждены приостановить работу, чтобы модернизировать производство. Подробнее расскажет Татьяна Голубева. Куриное мясо и продукты из него сейчас основа питания жителей страны. Поэтому предприятия, производящие курятину, обеспечивают продовольственную безопасность России. Пять лет назад на алтайский бройлер зашел крупный инвестор. И с тех пор производственные мощности увеличились почти на 20 тысяч тонн в год. С 65 до 85. Виктору Томенко показали предприятие после масштабной модернизации, которая только завершилась. Производить теперь можно до 100 тысяч тонн мяса в год. Проблема лишь в самой птице. Речь идет сегодня о том, что мы должны подумать и уже предпринимать совместные шаги. В первую очередь, конечно, инвесторы о том, чтобы и на площадках Соколова, Соколова-1, Соколова-2, две площадки, строить новые комплексы птичников, которые бы дали как раз возможность загрузить все построенные мощности. К слову, благодаря развитию и модернизации на предприятии теперь трудятся почти 2 тысячи человек. Причем зарплата только за последний год выросла почти на 10 тысяч рублей, рассказывает инвестор. Но, как и на других предприятиях, дефицит кадров все еще ощущают. Мы реально испытываем сегодня потребность в техническом персонале. Да, наверное, все-таки это связано с тем, что военно-промышленный комплекс заработал, очень много технических специальностей ушли туда, и мы сейчас испытываем такой дефицит. Но, тем не менее, это временно. Из плюсов – поддержка со стороны Федерации Алтайского края. Благодаря механизму льготного субсидирования средства на реализацию инвестпроектов дают всего лишь под 5%. К концу 2024 года объем инвестиций составит 9,5 миллиардов рублей. Поэтому к 2026 году производственные мощности бройлера планируют увеличить до 130 тысяч тонн мяса в год. А значит, потребности населения в курице будут удовлетворены в большей степени, чем сейчас. На данный момент продукцию бройлера закупают и крупные федеральные сети, и региональные. Татьяна Голубева, День с толком. Сегодня праздник у самой прогрессивной части общества студентов. В нашем крае их больше 100 тысяч. Поэтому памятную дату учебные заведения стараются отмечать всегда с размахом. Как в сегодняшний день провели студенты Барнаула. Смотрите далее. Вот так зажигательно начали отмечать День студенты, учащиеся классического вуза. Их не испугала ни зима, ни ранний подъем. Впрочем, студенты технического не менее бодры и активны. На утреннюю разминку пришли практически со всех факультетов. Нелишним будет и накормить вечно голодного студента, решили в политехе и организовали кулинарный конкурс от студенток Татьян. Но набрать необходимое число девушек с когда-то очень популярным русским именем не удалось. И в соревнующихся записывали всех желающих. По одному представителю от факультета. В итоге вкусностями угощали даже парни. Рецепт достаточно простой. Здесь получается соль, сахар, мед, масло и мука. Вкусно, но суховато получили с ним. Но попрактикуюсь еще, учту свои минусы и недостатки. В одном только техническом университете сегодня учится 7 тысяч студентов. Из них 700 иностранцев из 23 стран. В последнее время поступают все больше китайцев и африканцев. Говорят, если бы не зима до морозы, нет лучше места, чем Россия, чем Сибирь. У меня есть много друзей русских. Чем они тебе нравятся? Сначала, которые в университете у меня, они всегда помогают мне. Но если что-то непонятно или мне нужно помочь, они всегда мне помогают. А у меня друзья, но всегда мне звонят, давай встретимся или погуляем, или играем. У меня много друзей, поэтому у меня здесь. Я не чувствую, что я в другой стране. Это моя страна. И все же большинство иностранцев уедут работать на историческую родину, поскольку обучаются по квотам. Пополнять кадровый состав в Алтайском крае предстоит больше русским специалистам. Особенно наш регион нуждается в медиках, подчеркнул сегодня губернатор на встрече со студентами медицинского вуза. Мы в вас верим, мы на вас надеемся, мы вас ждем в наших учреждениях и организациях здравоохранения всех уровней. Студентов медицинского в этом году ждет еще один большой праздник. Их родному вузу исполняется 70 лет со дня основания. Основные торжества пройдут в сентябре. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. А еще в День студента мы решили узнать, что сегодня больше всего волнует учащихся вузов. Большая проблема со столовыми. Если ты перехватишь какую-то булочку, то это счастье, которое тебе упало с небес. А так, ну, хорошо покушать уже не удастся в это время. Ну, работу найти тяжело сейчас. Особенно студентам. Вот, ну, стараемся. А как выкручиваетесь? Где работаете? Ну, как бы подрабатываем в основном. Где-то на стройке, где-то, ну, в доставке бывает. Зубы лечить. Зубы. Это связано с тем, что стипендии низкие, например? У меня вообще нет стипендий. Я плачу платник. У меня платное обучение. Очень мало профессий, специальностей, направлений, где есть бюджет. Скажите, а сколько год обучения обходится? 120 тысяч. Вначале было меньше, но с каждым годом они поднимаются. А готовы к трудоустройству? На этот счет, кстати, беспокоюсь очень сильно. Я думаю, что я все-таки в Барнауле поступать вряд ли на высшее образование буду, но по этой же специальности буду двигаться, но в других регионах. Нам негде посидеть, и приходится просто стоять. Вот такие у нас проблемы. Было бы славно, если бы нам поставили хотя бы один или два диванчика на четвертый этаж, корпус Д. Димитрова 66. В Барнауле детская школа моды Светлана отметила 35-летие. В честь праздника состоялся грандиозный модный показ. Как создаются самые изысканные наряды, и во что превращается модный показ, когда за дело берутся дети. Смотрите в нашем сюжете. От швейной машинки до подиума. Создать платье с нуля может даже ребенок. Детская школа моды представляет результаты своих многолетних трудов. Самое трудное – это придумать идею, потому что именно от идеи все идет. И в голове у человека должно произойти что-то такое, что-то щелкнуть, чтобы он придумал что-то новое, что-то невероятное, что понравится ему, другим. В школе моды Светлана учатся и девочки, и мальчики. Они не только придумывают образ для коллекции, но и краят материалы, шьют одежду и представляют ее как профессиональные модели. У детей нет преград, они свободны в мыслях. Если заниматься детьми, у детей такая фантазия, что нам, взрослым, знаете, иногда далеко до них. Поэтому заниматься надо, самое главное, и с любовью. А это, собственно, я есть. Мы знаем, что сейчас Российская Федерация наславится модельными агентствами, где, в принципе, дети не шьют, они только представляют одежду. Чтобы быть современным, конкурентоспособным человеком, над ребенком должны потрудиться много педагогов. Но без поддержки родителей детям тоже не обойтись. Научили очень красиво рисовать шить, держать себя. Все это заслуга преподавателей. Мое дело было только привезти, увезти, ну и деньги, материальная база, чтобы оплачивать все. Из чего сделаны костюмы или, например, каблуки самодельных туфель, зрители могут только гадать. Ведь загадка и отличает искусство от ширпотреба, оригинал от копии. В школе моды уверены, эти ребята могут конкурировать даже с профессионалами. Не обязательно всех сделать модельеров. Наша задача – воспитать уверенную личность, умение адаптироваться в нашем изменчивом мире, понимаете, не потеряться в этом мире. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все. Я напомню телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Ну а через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова